МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мир вам и благодать до множится. Приветствую вас. Я Максим Максим. Хочу вас благословить. Очень-очень рад сегодня быть с вами. Я не знаю, в какое время вы будете смотреть в записи или еще как-то, но я верю, что сегодняшняя передача принесет вам благословение. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей интернет-общению Дом Веры. Мы здесь собираемся каждый день, кроме субботы и понедельника, рассуждаем по Писанию. Я сказал одному баптисту о том, что я каждый день проповедую, он сказал, что это невозможно. Я говорю, как невозможно? Я каждый день встречаюсь и проповедую. Он говорит, что это невозможно. И потом он посмотрел мне, позвонил и говорит, я не могу поверить, но это правда. Я говорю, я никогда не вру, я как бы всегда говорю правду. Он говорит, ну, это потрясающую работу ты делаешь. Баптист из Ванкувера и очень хороший брат. Кстати, сегодня у меня пьесятник из Сакрамента. Пастор Андрей, ты пьесятник или? Христианин. Христианин пьесятник. Не стесняйся. Поприветствую наших зрителей. Это благословенный брат, миссионер, служитель Божий. Приветствую вас, друзья, все зрители. Прекрасное время посвятить себя Господу. Это благословенное время, когда мы можем служить Ему. Спасибо, Максим, за это прекрасное время. Ты знаешь, я, дорогие, я его выцепил по пути. Он в Мексику едет. Едет в Мексику на служение. И вот по пути, проезжая через меня, я говорю, что ж ты не остановился. Он остановился, приехал сюда и вот хочет послужить сегодня с нами. Дать слово, дать ободрение, вдохновение. В начале этого эфира я поставил вопрос. Знаешь, Андрей, все люди рождаются без ничего. Без кольца даже, без ничего. Без зубов и без волос почти. Рождаются на эту землю, им нечем даже покрыть себя и накрыть. Но вот всю свою жизнь люди, существа, знаешь, как сороки любят все себе затаскивать, и что-то блестящее видят, и в гнездо тащат. Вот у людей они как сороки. Кричат и берут. Да, ну как, ну это надо же. Дом нужен, машина нужна, одежда нужна. У тебя хорошая рубашечка, видишь? У тебя хорошенькая рубашечка, штанишки неплохие. Все нужно. Библия нужна, ручка нужна, запчасти нужны. Удочка нужна тебе или нет? Желательно. Удочка нужна. Много чего нужно же, правда? У тебя что еще есть? Шкаф есть? Сразу есть. Стул есть? Стул есть? Все необходимое для жизни, я думаю, да. Люди дорогие, вот видите, как мы накапливаем. То есть у нас есть такой... Ты не стесняйся, я не... Не-не-не, я понимаю. Мы собираем, мы все собираем, 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 собираем. Для нас собирательство это, ну как бы, очень важный фактор. Мы все собираем, мы как бы аккумулируем вокруг себя. Ну нам нужны вещи. Мы, ну мы эти вещи подтягиваем по себе, как бы эти вещи, они для нас хороши. То есть как бы мы хотим иметь вещи. И мы хвалимся друг перед другом. А он говорит, ну посмотри, какую я машину взял. Я говорю, ооо. Я поехал с рыбаками, без удочек пришел. И все рыбки говорят, посмотри, какая у меня удочка. Все, ооо, какая удочка. Ходит. Я не понимаю, думаю, что за удочка? Ну а удочка как удочка. А он говорит, нет, ты что, это, говорит, Феррари среди удочек. Я говорю, да, о чем она? Феррари и других. Ну он говорит, ооо, это, говорит, Мерседес. И как бы, ну объясняй мне, что вот есть хорошие удочки, есть плохие удочки. Понятно, да. Я смотрю и думаю, ну как люди собирают, людям нравится собирать, аккумулировать. Поэтому почему так происходит? Скажи почему. Мне кажется, такой интересный пример того, что кто-то сказал, что однажды под курицу подложили яйцо орла. Ага. И она сидела до определенного времени, пока не высадила их. Да. И этот маленький орел, он был вместе с этими курицами. Так. Он там же точно так же грабался, там что-то доставал, как они. Но однажды где-то в небе он услышал, да, это такой интересный, да, крик орла. И кто-то сказал, что он сказал такую фразу, прощайте, грешные куры. Прощай, курятник. Мы, живя на этой земле, должны быть как орлы. Потому что Библия говорит, поднимут крылья как орлы. Это о нас, о христианах. О людях, которые на земле. Ну, то есть о курах. То есть, да. Курки, они вот это все гребут. Но орел, он понимает, что его высота вот эта все. Короче, в Библии есть местописание о курицах. Поднимут крылья как орлы. Как орлы. Вот поэтому я считаю, что очень важно христианам понимать то, что, друзья, мы живем на этой земле. Мы должны как быть здесь. Но орел, он на земле, но он может высоко подняться. Понимать, что там его вся цель. Вот как Библия говорит именно о высоте, о верху, о небе, о красоте. Матфея. Шестая глава. Девятнадцатый, двадцатый, двадцатый, двадцать первые стихи. Не собирайте себе сокровищ... Еще раз, Матфея, шестая глава, с девятнадцатого стиха, да? Да. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваше, там будет и сердце ваше. Слушай, вот у нас дома ситуация. Буквально сейчас. Я купил круп разных. Разные крупы купил и поставили. И каким-то образом завелась моль. Я не знал, что моль в крупах живет. И стал изучать. Думаю, что же это такое? Моль оттуда летит. Она там стала и яйца откладывать, личинки там, знаешь. И просчитал в интернете, говорит, «Если у вас слишком много круп, вы купили слишком много круп, и они хранятся в пластмассовых банках, там с вами ведется моль». Слушай, я вот как в описании. Вот интересно, смотри. Я купил, и сейчас у меня жена сегодня будет бороться с молью. То есть выкидывать все крупы, где завелась моль. Люди, я правду говорю, что вот как бы так случилось у нас. Сегодня у нас начнется, нам нужно обрабатывать уксусом, нужно там все истреблять, все их личинки. Вот у меня моль и ржа. Все, я понял. Не собирайте себе крупы. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Слушай, ну вот ты приехал сегодня, ты не заботился. Только приехал, я утром встал. Ну вот в том-то и дело. Сделал тебе вафли, сварил кофе. Вот хорошо ты живешь, ангел Божий. А я-то позаботился, я купил. Я-то слышал, что через две недели ты будешь в Сакраменто. Я тоже позабочусь. То есть ты все-таки будешь заботиться? Конечно. А здесь написано, не заботись? Ну, это о себе, о другом. Хорошо. Ну вот интересно, да? Не собирайте себе. То есть я думаю, что Бог в этом, Иисус Христос здесь говорил о том, чтобы чрезмерно человек не приобретал того, что просто, ну скажем, все укладывал в это. Я слышал об одном человеке, который жил в одной стране, там, где мы жили раньше, и он много приобретал. То есть собирал деньги, собирал средства, чтобы однажды купить автомобиль. Это было для него почти что невозможно. Люди годами приобретали. И он все свои, как бы, все свое время дорогое, драгоценное, он вкладывал то, что он зарабатывает, купил хорошую машину «Жигуль» в это время. И вдруг он ее разбил. И он настолько начал тосковать, он просто, ну, как люди говорят, крыша поехала. То есть человек просто все. Он полностью потерял нормальное мышление, нормальное сознание. То есть человек просто потерял все. И когда мы читаем Иова, человек тоже потерял все. Но он понимал, что вот это вот, что у него было. Вот интересна жизнь Иова. Он собирал. У него было все. Он был богатый. Очень богатый был. Он был очень крут. Единственное но. Он понимал, что, когда читаешь книгу Иова, он говорит, сирота не проходила мимо. Я давал, я одевал, я заботился. То есть, имея благословение на земле, он вкладывал это в Божье дело. И почему написано, что дающий бедному дает займы Господу, и он воздаст. Да. Иов давал бедному. Давал займы Господу. Бог, хотя испытал его, доказал дьяволу о верности Иова, но Бог не оставил. Он принасил жертву. Он был жертвой. То есть, человек как бы потерял все, но осталось внутри, то есть, остался Бог у него. То есть, весь смысл жизни был в том, что он жертвенный был и отдавал. И это благословение в том, когда мы не просто имеем для себя. Сколько нужно для нас? Ну, несколько рубашек, одежда. А сколько людей нуждается сегодня? Сколько? И когда ты отдаешь, ты просто получаешь огромное благословение. Мы, кстати, вернулись с Панамы недавно. На Панаме были? Да, в Панаме были. Ой, Руслан, расскажи. Поставили мы там колонку, то есть, бурили скважину, воду. Это на одном из островов воды нет. Ну, нет воды. То есть, там нет воды? Питьевой воды нет, да. Есть острова, которые побольше, у них проведено через океан. А, вот сейчас картинки показывают. Что это там происходит? Да, вот это здесь мы сверлим. Бурите, да? Бурим, бурим вот эту вот. Вот эту скважину, чтобы достать оттуда воду. Где-то примерно метров 13 мы смогли пробурить туда. Вода пошла? Да, вот такое, видите, вот ручное такое. Руками крутить что ли? Да, руками, полностью руками. И надевали ведра с песком, чтобы тяжелее было. И так прокручивали такое сверло. А, вот-вот-вот видео. Вот, как бы оно вот так вот, да. То есть, вот серьезное дело. И вот этот дрель, да, там? Два дня мы настолько измучились. А сами панамцы думают, что же вы тут делаете? Панамцы смотрят на нас, вышел, самый главный, это начальник острова, пришли. Они говорят, что мы слышали о вас, что вам не безразлично, наша судьба. И вы приехали нам сделать воду. Вода у них привозится в пластиковых вот этих бутылочках, очень дорогая. Пьют люди, используют только дождевую воду. У них нет воды. И когда периоды есть, что нет воды, вот, дождя, вернее, нету, тогда это для них проблема большая. Вот, поэтому нам пришлось вот столько времени потратить, чтобы ее сделать. Но плюс... Хотели сдаться, скажи, желание сдаться. Вот это еще. Вот это сейчас мы будем ставить такой аппарат. Вот буквально сейчас мы покупаем его, вот, на этих днях. И уже оплатили деньги. Он 99% фильтрует воду. А, из скважины, да? Да, из той скважины. То есть там не чистая вода? У них нет хорошей воды, поэтому ее нужно фильтровать. Но океана, воду, они... Вот это колонка, да, которая... Уже сделала, забетонировали, да? Забетонирована, да. Сейчас будет приставлять сюда фильтр. Насос там ставится? Да, насос ручной такой, да. А колесо поставили, да? Вот, сделаем. Ну, мы так его, как бы, чтобы... Вот, и люди очень сильно, очень сильно довольны. Благодарят Господа, благодарят нас. Говорят спасибо вам, что вы приехали, что вы это сделали. И я так подумал, вот это вот сокровище, которое мы можем откласть на небе. Кто-то из наших людей пожертвовал священства. Кто-то благословил. Кто-то крутил. Да, кто-то крутил. Кто-то делал. Тяжело. Это... На этом острове пробыть это время ночью сильные гром и молнии ужасные. Влага высокая. Спать в таком домике из тростника, который еще целлофаном кто-то стены обтянул. Там дыхать невозможно. Это... Я бы не назвал, что это готель. Ну, называется готель, да. То есть, разные такие условия. Все там лазит. Разное, что-то делал. И земля, вот буквально кровать, вот так вот, как сел кто-то, она в землю влезла. То есть, песок, да. Ну, не все так приятно. Уснуть тяжело. Практически... Так вы там всего лишь время, а люди там живут. Да, люди там живут. Да, ну, наверное, привыкли к этому. Но, что интересно, что начальник острова собрались эти все люди и начали просто благодарить. А сейчас, когда узнали, что мы еще поставим фильтр, они искренне благодарят, что Бог через нас это сделал. И я верю, что это просто свидетельство. И когда вот мы возвращаемся домой, возвращаемся с такой огромной радостью. Мы делали евангелизации там, мы проводили служение там. Люди просто очень-очень довольны. Ну, всего того не передать. Просто благодарят Господа, ценят всем. Где-то кого-то покормили. Очень бедно. Церкви там просто натянуты из целлофана. Обтянут из целлофана какой-то каркас. И люди уже довольны, и славят Бога, и благодарят, и прославляют Бога. Настолько искренне благодарят Бога. Ну, очень интересные, темпераментные люди. Потрясающе. Ну, вот смотри, вы делаете это. Это что? Вы себе сокровища на небесах собираете, получается? Ну, кто это делает? Я не хочу сказать, что так вот самолюбиво я. Это мы делаем вместе. Друзья, давайте так скажем. Хорошо, это остановим. Вот колонка там уже идет, водичка уже течет, слава Богу. Да, прославляется Бог. Но интересная вещь, что мы не только на небе собираем, но вот дающие бедным дают взаимы Господу. Иову понадобилось на земле еще. То есть он еще здесь. И Бог увидел, что он делал, и Бог ему просто воздал. Когда взять... То есть вы знаете, что после... У Иова было несколько месяцев страданий. И после этих нескольких месяцев страданий он, например, сказал, что дни суетные нам данного дела. Некоторые думают, что он страдал всю жизнь. Нет, это был короткий промежуток времени его жизни. Может быть, 3, 5, 10 месяцев. Но не больше года, потому что он сказал, эти месяцы данные мне. Теперь, в конце он получает в 2 раза больше имущества. Дети у него приходят, рождаются дети. У него восстанавливается все. Вот все, что у него было, оно умножилось в 2 раза. Он становится в 2 раза богаче, влиятельнее. И прожил он после этого еще 120 лет. 120 лет он после этого прожил. То есть Бог как бы доказал, доказал Садане, что это верный раб. Но жизнь его была не просто я и мое, и только мне. Есть люди, которые вот, это мое. Это только мне. Ну, еще, может быть, моим детям. Говорил о каком-то человеке, не знаю, правда, которому царь или пан в это время выделил землю и сказал, сколько тебе нужно. Беги, пока не упадешь. Он бежал, 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 упал. Еще руку так протянул и говорит, ну, еще для тещи моей хотя бы кусочек. То есть как бы человек, которому нужно все буквально. Но мы пришли с ничем в этот мир. Мы точно так же и уйдем. Как-то к нам подошла одна женщина в церковь и говорит, Андрей плачет в слезах. Пять домов вот банк забрал. Пять домов. Что будет дальше? Я такой был счастлив, потому что у меня не было чего забирать. Я позвонил некоторым моим друзьям, которые были очень счастливы, потому что кто-то работает. Я смотрю, друзья. Не, ну смотри, с другой стороны, если у человека есть пять домов, то он может сдавать их в аренду и помогать тебе купить машину. Хорошо, если Бог дал человеку на это ведение и еще право распоряжаться этим, и он умеет, этим распоряжаться, то да. Но если женщина купила пять домов, она думала, что у нее так пойдет, но она так не пошла. И теперь говорит, а что Бог скажет? А что Бог скажет? Надо было спрашивать, когда брать пять. Ну как бы так, не хочется обидеть кого-то. Бог бы сказал, не надо было. То есть, да, может быть, это, ну, скажем, люди в что-то вкладывали, несмотря за тем, что это было просто как-то временное вложение. То есть, вот состояние, все, что мы приобретаем, это инструмент, который мы можем использовать. То есть, не всегда быть успешным, это плохо, это нормально. Я знаю очень много успешных, счастливых людей, которые занимаются своим делом, и уделяют, и служат, и любят, и жертвуют. И я благодарю Бога за таких людей. Они делают очень много хороших дел. Конечно, если успешные негодяи, точно так же. Точно так же можно сказать и про те, которые не приобрели много. Есть хорошие, есть нехорошие. То есть, это не определяет. Но если, вот, скажем, в приобретении имущества, сокровищ, вы понимаете и даете отчет, что это не для меня, это не мое, это инструмент Божий, и ты пользуешься этим инструментом, и ты получаешь благословение, это очень хорошо. Быть богатым на всякое доброе дело. Почему, даже если мы читаем о десятине, ну, скажем, может, это немножко другая тема, да, но, в принципе, интересно, что Бог об этом говорил. То есть, человек, не забудь, когда у тебя будет все хорошо, все будет прекрасно, помни за меня. То есть, для чего это нужно, десятина? Богу на небесах? Чтобы из этого уделить тому, кто потом, кому нужно. Знаешь, что интересно, наблюдаю такую вещь? У нас в церкви почти все приносят десятину, и когда у человека мало, малые доходы, ну, ему легче приносить десятину. Ну да. Ну да. Когда, небольшой, когда у человека есть все, и ему уже особо ничего не надо, и десятина вырастает, когда у человека ничего нет, ему каждый рубль дорог, ему легче принести десятину, когда ему даже вот, да, а когда эта сумма вырастает, и когда, например, когда десятина там 10 долларов, да, когда десятина 100 долларов, это уже не все окей, но когда десятина вдруг вырастает, тысяча долларов. Если десять. Если десять тысяч долларов, только десятина, и человек стоит, чешет затылок и думает, наверное, многовато им будет. Никто не думает, что 90 тысяч не будет многовато. Ну да, да, то, что остается, да. То есть люди думают, вот это парадоксально. И вот здесь, говорит, наши низменные, негодные чувства. Фактически Бог проверяет твои мотивы, почему ты делаешь. Если это от чистого сердца, если это по-настоящему, принесите в дом-хранилище десятины. Бог проверяет, испытайте меня в этом. Просто испытайте меня, принесите в дом-хранилище, чтобы в доме моем была пища. Я думаю, что это очень существенный и очень правильный момент. Бог проверяет человека на посвящение, на верность. Он не сказал, сколько дать, он сказал, часть. То есть если бы он сказал, дайте мне 100 долларов. Нет, он не сказал 100 долларов, он сказал, десятую часть, вот хоть тресни. Вот хоть тресни, ты против, ты не согласен. Но это Библия, через всю Библию, от начала до конца, до закона, после закона, и Христос сказал, и это делайте, и десятину не забывайте. И фактически от начала до конца мы видим, что десятина, она через всю Библию проходит красной линией. Почему Бог говорит, испытайте меня десятинами, просто проверьте мне. Это так интересно. Я как-то в церкви проповедовал, говорю, что вот представьте себе, что вы, ну, пришел к вам человек, вы бедный, вот у вас ничего нет, скажем, никакой материальности, материального нету, машины нет даже. Он говорит, слушай, я посмотрел на тебя и подумал, я хочу тебя благословить, я тебе даю 10 машин, у тебя будет 10 машин, посмотри, доход, то есть помогу тебе открыть там компанию и такси, все у тебя будет, просто успех будет. Но только единственное, весь доход десятой машины отдавай мне. А будет успех, у тебя все будет хорошо, кругом ты будешь ездить хорошо, все будет нормально. Только вот десятая машина, весь доход десятой машины, это мне. И человек работает, смотрит, первая, вторая, пятая, все хорошо работают. Десятая, слушай, ну как вот, ну как вот это вот, ну почему хорошо, скажем, от каждой машины там тысячу долларов приход, например, да? Ну и десятая тоже. А почему от десятой вот машины должен тоже тысячу давать? Может быть, пятьсот? Ну, Бог интересно сделал, дай мне, принеси в мой дом, чтобы в моем доме было пища, чтобы из этого можно было помогать тоже тому же народу, тем же бедным людям. То есть, да, Бог в этом интереснее. Поэтому Бог говорил здесь, вот Иисус Христос говорил даже самого Иисуса Христа слова. Не заботитесь о завтрашнем дне, да? То есть, не думайте о том, я вам пошлю все, я благословлю, но только, только собирайте сокровища на небе. То есть, думайте о небесном, думайте о горнем. Понятно, мы говорим, да, мы идем в школу, на работу, ездим, машина, автомобиль, все это нужно, как бы необходимые вещи. Но вместе с этим есть важность отдавать Богу. У меня есть такой интересный пример, да? Я слышал историю об одном мальчике, в одну страну миссионеры уезжали на миссию и раздали такие коробочки, куда можно было сложить пожертвования. И через там определенное время должны были эти пожертвования принести просто в церковь. И маленький мальчик, я не знаю, какой возраст его, ну, уже такой, может быть, лет 10, он тоже подошел к отцу и говорит, папа, пожалуйста, я хочу взять коробочку, но денег нет, как я буду? Ну, в принципе, я тоже возьму, он взял эту коробочку, и у них был огород, на огороде было много камней, и он говорит, там вот через дорогу есть такой ров, давай, папа, так договоримся, я буду выбрасывать камешки носить в кошелочке, а ты за каждую кошелочку одну монету мне, а я это отдам на миссионеров. Папа был очень сильно довольный, и вот мальчик взялся за эту работу. И когда он очередной раз переходил дорогу, его сбил мотоциклист насмерть. И это была большая, как бы, трагедия, очень сильный удар такой. И однажды его сестренка, незадолго после этого, вот буквально в эти дни, видит сон. Этот мальчик Эдик, он находится на небе, и он так с радостью прибегает к ней, говорит, посмотри, посмотри, вот мое дерево, у каждого вот на небе есть свое дерево, и оно познается по плодам. Она смотрит, посчитала, или Бог ей открыл, но она смотрит, 51 плод. Она говорит, ничего не понимаю. Боже, ты одного дела доброго не дал сделать ему, и 51 плод, это для меня непонятно. И так она не поняла, что это за сон. Но через день или два она убирала в столе его, нашла шкатулочку, эту коробочку открывает, считает 51 монета. Когда она рассказала это в церкви, люди настолько жертвовали, просто настолько сильно люди жертвовали, что это была одна из благословенных поездок. Миссионеры уехали туда, в ту страну, где ехали, рассказали, что за вас не только Иисус умер, но умер Эдик, как он жертвовал, как он вложил. И это настолько подняло людей желание жертвовать, понимая то, как Бог сильно учитывает искренность человека, когда он делает что-то для Бога. Вот этот маленький мальчик, он собирал сокровища для неба, то есть он понимал. Земля, может быть, ничего не посчитала, никто эти камни не считал, которые там лежали в этом рву. Но ценность считалась в небе, то есть каждая кошелка, она была брошена в ров, но она была отчитана Богом в небе. Вот поэтому понимая то, что вся наша жизнь, которую нам Бог дал, это для Бога. Мы сегодня сидим здесь в студии, вот мы разговариваем вместе. И кто-то говорит, вот это пожертвование на студию, на телевидение, на радио, это не духовное. Вот пожертвование сироте, вдове, вот это вложить, да, вот. И многие, вот я знаю, потому что я часто в миссионерской работе, мы ведем радиопередачи, иногда телевидение. И люди говорят, если ты будешь ехать, это только сироте, только ей, только вдове. Встречаешь иногда вдов и сирот, у них уже столько лежит. Я езжу в Мексику, я видел сирот. Я честно, откровенно могу сказать, я видел заваленных одеждой и всем детей. Я приезжал в некоторые дома детские, я раз привез пиццу, она там просто не нужна. Они кушают. Я привез второй раз, они кушают. То есть, как бы, ну я попал, скажем, в такие моменты. Посмотрел за их сарай или там домики, скажем, да. Там выброшенная одежда, вот так, кучами просто. Потому что люди везут, везут и везут. То есть, ну, доброетель и рассудительность, понятно. Но что я хочу сказать этим? То есть, люди, мы собираем, то есть, мы что-то отдаем, да, людям. Ну, мы понимаем, что когда мы отдаем, где нужно, да, то есть, вот, скажем, в нужный момент, нужное место, да, Бог благословит. Но люди говорят, ну, вот это сироте, вот это сироте, да. Вопрос. Людям нужно не только пища и одежда, им нужно еще слово. Как прийти, да, как прийти, вот, к сироте, да. Во-первых, чем важен, это для меня, чем важен, скажем, эфир, да. Меньше будет сирот, если они поймут Слово Божье. Потому что, как много есть сирот, это те люди, которые при живых родителях. То есть, они наркоманы, они пьяницы. Если слово придет в них, оно исцелит их, слово приходит через телевидение, слово приходит через радио. Это один момент исцеления, который исцеляет. Второй момент, чтобы прийти к этой сироте, например, мы уже говорили, да, когда мы собирали на КАМАЗ. Это для бедных людей. Но через это, вот это вот именно, газеты, телевидение, радио, да. Это то, что люди смогли услышать и сказать, вот мы хотим пожертвовать, потому что мы через СНЛ услышали. Мы услышали это. Это очень важно. Друзья, поэтому, когда мы вкладываем в Божье дело, все это Божье дело, чтобы достичь сироту, чтобы достичь этого человека, чтобы достичь Словом, чтобы пожертвовать. Это огромнейшее Божье дело, служение, да. Поэтому... Многие хотят, чтобы весь мир был спасен. И когда мы говорим о спасении всего мира, вообще это важно, чтобы весь мир был спасен. Очень важно, да. Люди хотят, чтобы пускай, и они молятся, Господи, пускай спасаются. У нас остается последние 7 минут, и вот я хочу поговорить о важности посланничества, драгоценные мои. Если возможно, на экран вы видите Римлянам 10 глава, и здесь написано 13 стих, 10 глава 13 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Это обетование. И читаем дальше. Ну как призвать того, в кого не уверовали? Так. Как веровать в того, о ком не слышали? Как можно узнать о Господе, если о нем не слышали? Как слышать без проповедника? Как слышать? Ой, пусть все люди спасутся, Господи пусть все спасутся. Да, но как люди спасутся, если не будет проповедника? Как люди спасутся, если они не услышат? Мы молимся в нашей церкви, мы постоянно молимся, чтобы люди спасались по всему миру. окей-окей молодцы что молитесь и трепещите да интересный такой момент в одну церковь зашел один человек он просто слышал как стояли бабушки этой церкви это недалеко от нас там где мы жили и вот так смотрит они молятся и одна молится это была украина господи божие пройди по моему селе и спасай на спасайных людей господи пройди и спаси и 2 точно также он стоял в дверях он просто не выдержал и говорит ничего себе бога посылает по селе сама иди боже пойди боже пойди боже сделай вы знаете вот вот потрясающе многие христиане хотят чтобы бог сам сделал но как призывать того кого не уверовали как верить того ком не слышали 14 стих как а слышать беспроповедующего и 15 стих как проповедовать если не будут посланы ну как проповедовать другими словами ты должен быть должен быть кто-то выслан и вот здесь вопрос все что мы говорим как нам достигать людей если мы не будем посланы драгоценно если вы хотите чтобы мы проповедовали дальше мы бы должны быть посланы в youtube facebook в соцсети со спутников быть посланными в посланными панамы панаму посланными мексику посланными кто-то стоит и посылает что значит посылать типа пошел отсюда иди нет как посылают приходит и говорят вот билет купил тебе я тебя посылаю в этот в панаму лети а вот еда тебе вот вот тебе еда возьми еду быть посланным это не просто это не просто ладно я посылаю тебя нет быть посланным это значит быть снаряженным быть оборудованным быть готовым к достижению Посланничество это ответственность Как проповедовать, если не будем посланными Поэтому у нас последние три минуты Вот я хочу вдохновить вас Драгоценные в партнерство Давайте будем открытыми Откровенными Скажи, почему нужно быть партнерами? Потому что друг без друга мы ничего не значим Мы должны быть поддержкой другого И вместе мы можем что-то сделать для Царства Божьего Только вместе Вы понимаете, что если вы Не будете стоять за нами И не будете Кровь, финансы Финансовая кровь, то есть поддерживать миссию Не будете молиться Не будете ободрять, вдохновлять Если вы не будете стоять за, тогда кто пойдет? Многие как бы подразумевают Да это само собой разумеется, пусть проповедуют Мы проповедуем каждый день Попробуйте каждый день проповедовать Хотя бы название проповедей просто придумать Каждый день Делаем это от сердца И верим, что люди получат спасение Друзья, и вот сокровище на небе Например, сейчас мы едем в Мексику Этой ночью Разбита ночь в молитве И каждый человек имеет примерно полчаса Он просто молится о поездке Это кто-то собирает спецсокровища Кто-то пришел и купил какие-то конфеты И что-то для того, чтобы туда Кто-то сказал, я даю на бак бензина, чтобы заправить Каждый что-то вложил Кто-то берет трубы и дует Едет благовестный Музыканты Да, музыканты То есть это посланничество Каждый и каждый что-то делает, вкладывает И мы совместно Вот когда я возвращаюсь домой в церковь Говорю, посмотрите, сколько мы сделали совместно Кто-то крестит там Знаешь, как во время войны Кто-то на заводе делает оружие Кто-то выпускает защитные валы Кто-то в окопе сидит и стреляет Кто-то командует Кто-то еду готовит Кто-то делает бараки Кто-то строит Все что-то делают ради победы Вот мы с вами находимся на фронте Драгоценные Последние минуты Хочется сказать Большое спасибо вам за ваше участие За вашу поддержку Мы постепенно Мы хотели приобрести камеру Вы поддержали нас Мы приобрели камеру Сейчас нам нужно приобрести телефонный гибрид Еще немного осталось Нам нужно еще, по-моему, 2,5-3 тысячи долларов Чтобы мы смогли приобрести Пожалуйста, пожалуйста, услышьте нас Ваше участие поможет нам Сделать передачи более интересными Поэтому вдохнови людей Последние минуты Пускай Бог вас обильно благословит Поймите то, что когда мы собираем на небе Мы собираем и попадаем в цель самому Господу Потому что Иисус для нас сделал много Я видел такую картину Где нарисовано было распятие Иисуса Христа И там написано Это я сделал для тебя Но что ты сделал для меня Если Иисус столько много сделал для нас Оставил мир Оставил славу небес Пришел этот мир Ради нас Сколько мы должны оставлять Чтобы что-то сделать для Иисуса Да благословит вас Господь Делайте все возможное для Него Потому что Он скоро придет И возможности такой не будет А пока еще есть Жертвуйте Благословляйте Да благословит вас Бог Благословит вас Господь Сегодня с вами был в эфире Максим Максимов Андрей Дончук Мы любим вас Благословляем и знаем Вместе мы можем многое сделать Вместе мы можем побеждать Вместе мы можем преодолевать Вместе мы строим Царство Божие Мы хотим, чтобы Евангелие распространилось по всему лицу земли Аминь Не просто мы здесь делаем А вы там где-то Мы вместе Мы одна команда Одно целое Любим вас Благословляем Во имя Иисуса Христа Хранит вас Господь Держитесь за Господа И участвуйте в Божьем деле Будьте благословены Богом Всем пока Субтитры подогнал «Симон»